Де-факто на телеканале Беларусь 4 криминальные события и происшествия этой недели в материалах наших корреспондентов. Серия ДТП в Гомельской области, внедорожник, который снес рекламный щит в Гомеле и фура, опрокинувшаяся на трассе под Добрушем. Завершено расследование по делу о неуплате налогов. В фиктивной схеме участвовали два брата и их родственники. Стал пассажиром маршрутки? Держись крепче. Гайя о нарушениях и правилах перевозки пассажиров. Белим печи, следим за проводкой. В рейде с работниками МЧС по проверке готовности домовладений к отопительному сезону побывала Вероника Гамзюкова. О профилактике возгорания и основных нарушениях требований противопожарной безопасности мы говорим с начальником Гомельского областного управления МЧС Сергеем Дичковским. И начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. Молодожены спасли водителя от гибели около деревни Прибор Гомельского района. Из беды водителя вытащил молодой супруг, который с новоиспеченной женой на такси возвращался домой с собственной свадьбы. В населенном пункте Пионер их остановил парень, который попросил помощи. Пассажиры такси увидели, что горит автомобиль Рено, который съехал с дороги и врезался в дерево. Не раздумывая, жених бросился на помощь. Он выломал заклинившую дверь иномарки и извлек из салона водителя, а жена в это время вызвала скорую и МЧС. Спасатели потушили машину, а медики доставили водителя в реанимацию. 16-летний парень, как предполагается, управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Фура съехала в Кювет неподалеку от Добруша. Авария произошла вечером. Водителю большегруза не уступила дорогу иномарка, которая выезжала на трассу. Столкновения избежать не удалось. В итоге легковой автомобиль получил повреждения, а фура съехала в Кювет и опрокинулась. Водители транспортных средств не пострадали, чего не скажешь о машинах. Легковушку эвакуировали с места ДТП. Из России приехали представители компании-перевозчика, чтобы поднять большегруз и собрать товар. А в Гомеле внедорожник в районе остановки гостиницы-туриста снес рекламный щит. Водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в стенд с афишами. Никто не пострадал. ГАИ проводит проверку и выясняет состояние водителя. В Гомеле завершено расследование уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Схему, которая три года работала как часы, придумали родные братья. Один из них является руководителем ООО, другой – индивидуальным предпринимателем. В сговор по уменьшению сумм налоговых платежей вошли также тести и сосед главного фигуранта уголовного дела. Начали расследование сотрудники финансовой милиции. Они установили, что сумма недоначисленных налогов на прибыль, часть которой на протяжении нескольких лет удавалось скрывать нарушителям, составила 135 тысяч рублей. Главный учредитель регулярно переводил деньги организации на счета своего брата и друзей предпринимателей за якобы оказанные услуги. Таким образом, сумма налога на прибыль была постоянно минимальной, но фиктивную схему раскрыли сотрудники управления департамента финансовых расследований. Дело направлено в суд, а ущерб добровольно возместили нарушители. Не хватало на выпивку, потому решил продать тротиловую шашку. 64-летний мазырянин за 2 рубля предлагал взрывоопасный заряд случайным прохожим. Сообщение о том, что пожилой мужчина предлагает купить у него тротил, поступило в милицию Мозыря. Как пояснил продавец, тротил он унаследовал от умершего брата, который много лет назад работал буровиком. Согласно заключению эксперта, вещество казалось пригодным для производства взрыва. Перевозка людей общественным транспортом и маршрутными такси стоит на особом контроле у сотрудников ГАИ. Автомобиль, как известно, является источником повышенной опасности. А когда в нем находится большое количество людей, то при совершении дорожно-транспортного происшествия пострадавших может быть много. Даже добропорядочный гражданин, входя в переполненное маршрутное такси, добровольно становится заложником рискованной ситуации. С отдельными моментами профилактической работы ГАИ познакомились наши корреспонденты. Для предотвращения происшествий, связанных с перевозкой пассажиров, снижения тяжести и их последствий, в Госавтоинспекции регулярно проводится профилактическая работа с водителями маршрутных транспортных средств. Практически каждую неделю сотрудники организуют рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений скоростного режима, проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также требования дорожных знаков водителями маршрутных такси. Особое внимание инспекторы уделяют хроническим нарушителям правил дорожного движения. Некоторые из них уже поплатились не только штрафами, но и потерей работы. Примером может служить тот факт, когда водитель маршрутного такси по маршруту номер 26 практически длительное время управлял без техосмотра. Это было выявлено в Госавтоинспекции и в последующем подготовлены документы на Министерство транспортной коммуникации для решения вопроса о лишении лицензии, право заниматься деятельностью, связанной с перевозками. Подавляющее большинство водителей маршрутных такси соблюдают правила дорожного движения, имеют необходимые документы и допуски к осуществлению перевозок пассажиров. В ходе рейда мы опрашивали водителей маршрута к познанию нововведений, связанных с перевозками пассажиров маршрутных такси, а именно по максимальному количеству перевозимых пассажиров. Ответы у всех были одинаковыми. Какое максимальное количество пассажиров вы перевозите в часы пик? В часы пик строго по местам. Изменения в правила были внесены в 2018 году. Если раньше допускалось, что люди при необходимости могут ехать стоя, то с октября прошлого года в салоне маршрутки не должно быть пассажиров больше, чем предусмотренных заводом-изготовителем посадочных мест. Связано это в первую очередь с безопасностью и необходимостью минимизации последствий при возможных ДТП. Но многие водители, да и сами пассажиры, идут на сознательный риск, забывая о возможных последствиях. При резком торможении пассажиры, которые ехали в транспорте стоя, чаще всего получают такие повреждения, как кровоподтеки и ссадины. Но могут быть и более серьезные, такие как переломы и вывихи. Подобные экспертизы мы проводим довольно часто. Они проходят в рамках административного либо уголовного процесса. Во многом благодаря проводимой комплексной профилактической работе автоаварии с участием маршрутных такси происходит относительно немного. За прошлый год зафиксировано пять таких дорожно-транспортных происшествий. В них пострадало столько же человек. За девять месяцев этого года в трех ДТП травм получили семь человек. Все три зарегистрированных факта имели место в Гомеле. Причем в маршрутке, врезавшейся в троллейбус на улице Хатаевича, травмированных было пятеро. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в прошлом году в области привлечено 1079 водителей маршрутных такси. В этом году количество административных протоколов, составленных на маршрутчиков, уже более 700. По статистике, немалая часть пожаров происходит в домах с печным отоплением. Нарушение требований пожарной безопасности, неисправность оборудования – все это может привести к плачевному, а порой и непоправимому финалу. Наши корреспонденты отправились в профилактический рейд по Гомельскому району с представителями МЧС. За 9 месяцев этого года на территории Гомельской области произошло 112 пожаров по причине неисправности печного отопления, в которых 2 человека погибли. За август произошло 18 пожаров, а за сентябрь – 15. Для предотвращения трагедии сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические спецмероприятия. В этот раз для рейда выбрали деревню Поляна под Гомелем. Работу инспектора начинают с дома на улице Луговой. Здесь проживает одинокий мужчина. В один из августовских рейдов перед отопительным сезоном инспекторы МЧС обнаружили отсутствие притопочного листа. Это было единственное нарушение, и работники МЧС решили хозяину помочь. Собственно, ручно устранили недостаток. Итак, в первом же доме нами было выявлено нарушение правил безопасности при пользовании печным отоплением. Это отсутствие притопочного листа. Все мы знаем, что притопочный лист должен быть обязательно лежать на полу, должен быть выполнен из жести размерами 50 на 70 длинной стороной печи. И благодаря членам Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, целями которой является оказание помощи одинокопроживающим людям, пенсионерам, мы установили притопочный лист и в целом подготовили данное домовладение к осенне-зимнему периоду. Двигаемся дальше. В следующем доме на Луговой проживает сейчас одинокая женщина. В процессе осмотра ее жилища нарушений выявлено не было. Однако притопочный лист закрашен краской, что в принципе недопустимо. Инспекторы провели беседу с хозяйкой и порекомендовали ей заменить его на чистый. Это связано с тем, что краска легко воспламеняется. Если вдруг уголек выпадет из печки, может случиться беда. Следующий визит на той же улице. Смотровая комиссия зашла в гости к дачнице. В процессе беседы с инспекторами она рассказывает, что печкой пользуются в холодное время года. За ее состоянием следит, регулярно нанимает работников, чтобы прочистили трубы и подлатали печь. Периодически смотрит видео в интернете и сама пытается ремонтировать. На своем опыте рекомендует не доверять всему, что смотрите. Она покрасила печку, как показывали в видео. И при первом же зажжении огня стенки потрескались. Однако в ближайшее время она это исправит. В цепле вопросов по целостности не будет. Притопочный лист есть у вас, да? Единственное, что вот это вот желательно, чтобы здесь рядом с притопочным листом вот этих вот сгораемых материалов не находилось. По следующим адресам ситуация не настолько радужная. Вот в этом доме на Луговой проживает одинокая слабослышащая женщина. Жилище находится в плачевном состоянии. Во дворе лежат горы досок. Если вдруг произойдет возгорание, сильного пожара избежать вряд ли удастся. Инспекторы не смогли пообщаться с хозяйкой. Итак, в ходе нашего рейда нами выявлено домовладение по внешним признакам, которое требует нашего пристального контроля. И сегодня мы проинформируем местные исполнительные распорядительные органы, местные РУЧС и РУВД о том, что необходимо срочно смотровой комиссии посетить данное домовладение и оказать помощь одиноко проживающей гражданке по сведениям соседей. Направляемся в соседний дом. Здесь большая пожарная нагрузка на печь. Извещатель отсутствует, а на притопочном листе лежат бумага и упаковочные материалы. Если в процессе отопления искра попадет на вторсырье, возгорания не избежать. Однако есть и положительный момент. Мужчина следит за состоянием печи, регулярно ее реставрирует. Когда-то он собрал ее своими руками. Слежу, чищу регулярно. И слежу. И пока топится, я не отлучаюсь никуда. Рейд подходит к завершению. За несколько часов инспекторы МЧС постарались напомнить людям правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь и имущество. Акцент был сделан на Чонковский сельский совет. Мы постарались обойти максимальное количество домовладений. Хочется отметить, что имеются нарушения правил пожарной безопасности. Некоторые нарушения были устранены в ходе рейда. В ходе рейда даны рекомендации. Но в целом печи к отопительному сезону у граждан готовы. Граждане относятся с вниманием к печному отоплению. И видно, что люди заинтересованы в собственной безопасности. При подготовке к зиме в Гомельской области уже обследовано более 70 тысяч домов с печным отоплением. Во время проверок недостатки выявлены более чем в трех тысячах из них. На сегодняшний день все нарушения устранены. По каждому факту приняты конкретные меры. Внесены рекомендации и направлены информацией родным владельцев жилья. А также организациям по последнему месту работы. Помогли и местные органы власти. На ремонт печей в качестве государственной адресной помощи они выделили гражданам более 32 тысяч рублей. Силами предприятий и организаций региона эти работы выполнены в 57 домовладениях. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов. Специально для программы «Дефакто». Статистика пожаров в осенний период всегда неумолима, но профилактика не отстает. О том, как ведется работа с населением по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в каких случаях может быть оказана помощь и как обогреть свой дом, чтобы не остаться без крова. Поговорим об этом с начальником Гомельского областного управления МЧС Сергеем Дичковским. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. О чем говорит статистика этого года? Какие у нас ситуации с пожарами в Гомельской области? На сегодняшний день ситуация с пожарами у нас стабилизировалась в области, но раннее, будем говорить, наступление пожароопасного периода, конечно, ожидало свои плоды. И количество пожаров по сравнению с 2018 годом немного у нас больше. Это то, что касается статистических данных. Сейчас погода в целом налажена, посещения в леса уже разрешены в целом по всем регионам нашей области. Поэтому количество пожаров идет на уровне всех статистических лет, которые есть у нас с момента их нововведения. В деревнях уже вовсю топят печь, а это значит, что наверняка вы сталкиваетесь с нарушениями правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Какие основные ошибки допускают наши люди? Хочу отметить, что печь, наверное, изобретена не в прошлом году, даже не в прошлом веке. Но ошибки все тривиальные. И, наверное, сколько бы мы ни говорили, все это наше авось приводит к таким печальным последствиям. В этом году от печного отопления за последние два месяца произошло 33 пожара. Это увеличение на 37%. Что является основными нарушениями при эксплуатации печного отопления? Это, конечно же, разжигание непосредственно пищи лихоспламеняющими жидкостями или горючими жидкостями. Нахождение возле печи горючих материалов, таких как дрова, мебель. И, конечно же, сушка, будем говорить, вещей непосредственно на пищи. Требования элементарные, но люди ими пренебрегают. Знаю, что, конечно же, всегда следят сотрудники МЧС за тем, как побелена печь, а штукатурена. Потому что даже небольшая трещинка, особенно на лежаках, может привести к возгоранию. Сейчас мы коснулись вопроса как раз и со самой эксплуатацией пищи. Значит, ежемесячно, значит, в период подготовки к отопительному периоду, до августа, по сути, в работе смотровой комиссии организовано обследование всего печного отопления, которое, кстати, скажу, у нас в области порядка 70 тысяч домовладений, имеющих печное отопление. И основные требования, которые предъявляются, мы, конечно же, сигнализируем в средствах массовой информации везде, это, конечно же, побелка печи. То есть в случае, если произошла какая-то трещина, перекал печи, это будет не только эстетический вид, да, вот белая печь, а будет видно, где проходит утечка непосредственно дыма. И на белом, конечно же, это будет видно, вот эта копоть. Основные элементы, которые, опять же, наверное, много говорится, да, это, ну, люди, это по тем или иным причинам, может быть, с эстетического вида, пренебрегают установкой непосредственно возле топливника металлической, значит, 50 на 70, такой... Притопочного листа. Притопочного листа, да. Который обязательно должен крепиться на плинтус, то есть не плинтус сверху, это, опять же, да. И еще есть у нас такие моменты, что люди не готовят печь к отопительному периоду, что это подразумевает? Прочистка, конечно же, самого дымовой трубы, да, и, конечно же, элементарная подготовка к зиме. Но вот в целом, исходя из работы работников МЧС, самосознание людей возросло, то есть стали они больше уделять вопросам безопасности и проживания в своем жилище? Однозначно. Вся работа, которая делается в целом Министерством по чрезвычайным ситуациям, делается местными органами власти, смотровыми комиссиями, советами депутатов, все это делается и направляется на безопасность жизнедеятельности наших граждан. Конечно же, про автономный пожарный извещатель, который сейчас уже, наверное, много говорят, это уже является незаменимым прибором почти в каждой уже, наверное, квартире жилой, особенно там, где есть дети, одинокие пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня мы на эти вопросы вообще уже практически не останавливаемся на них, потому что мы дошли до уровня того, что люди и самосознание людей находятся на высоком уровне, но пожары есть, поэтому статистика показывает, что значит, недостаточно сделана работа, но мы все равно над этим работаем и акцентируем на это внимание. Осень и пора, когда в домах и квартирах возрастает нагрузка на электросети, а в деревенских домах вовсю уже пользуются печью. Как не допустить пожара, мы поинтересовались у гомельчан. Внимание на экран. Дымоходы чистить главное. Ну все, не будет тяга, тяга есть, все нормально будет. Уходить, выключать из розетки надо. Аккуратно пользоваться газом, электричеством, чтобы проводка была хорошая, потому что от проводки получается пожар. Если старая проводка или нарушенная. Во-первых, я у себя и на даче, и дома все перевел на светодиодные лампы. Во-первых, да, сразу затратно, но потом чувствуется экономия. И мне эта нагрузка в 10 раз меняется на электропроводку. С открытой спиралью, которую вообще лучше не использовать. Это бывшее достояние Советского Союза, которое использовалось. Их надо вообще запретить, потому что любое попадание легкого вещества, там, то ли, тряпки или что-нибудь, приходит к возгоранию, естественно. То есть, используются более безопасные масляные радиаторы, которые есть. Пережить это состояние, когда есть очень холодно и очень дождаться отопления. То есть, надо использовать именно масляные радиаторы. Мы стараемся вообще не включать, если честно, потому что двое несовершеннолетних детей. Мы постоянно находимся на работе, и поэтому стараемся, чтобы без присмотра родителей, чтобы дети ничего не включали. И поэтому и другим родителям рекомендую. Если вы включили, значит, смотрите за своими детьми, за приборами. Ну, нужно использовать современные оборудования, менять на новые, если какие-то повреждения есть. У меня у двоих знакомых произошли пожары из-за некачественной проводки. А так все, электроприборы, каждую разветочку отдельно. И лучше вместе даже, вместе не пользоваться. Что-то включил микроволновку, машину потом, и утюг, все вместе не включать. Вот такие мнения, Сергей Анатольевич, как вам уровень осведомленности гомельчан? Есть ли что-то добавить, каких-то нет? По-настоящему, все, что сказали наши телезрители, это является самыми элементарными вещами, которые, наверное, знают все. Но все точно так же, наверное, и пренебрегают. То, о чем говорилось, что нужно, когда проводка старая, домовладение у нас, может быть, не были рассчитаны на современное потребление электроэнергии. И, конечно же, когда включается прибор отопления теплогенерирующего устройства, хочу отметить, что оно должно быть обязательно заводского исполнения, иметь паспорт. Люди должны обязательно посчитать требования, инструкцию безопасности, да, по пользованию тем же теплогенерирующим агрегатом. И все, что, по сути, они назвали, это, ну, будем говорить, лежит на поверхности. Как раз вот это нужно на сегодняшний момент применять для себя. И никогда не надеяться на то, что это может произойти с кем угодно, только не со мной. Смотровые комиссии работают уже активно. Сколько времени дается на устранение недостатков, либо нарушений, связанных с пожарной безопасностью? Значит, все, что связано у нас с нарушением пожарной безопасности, как вы уже сказали, выявляется смотровыми комиссиями, тем или иным субъектом профилактики. На нарушения, которые, ну, не нарушения, а невыполнение каких-то мероприятий, если они связаны с финансовыми затратами, капитальными вложениями, то дается до двух месяцев. Все, что, будем говорить, элементарное, то ровно одна неделя, семь дней. И потом, конечно же, перепроверяется для того, чтобы было устранено. Хочу сказать, что существует в республике две государственные программы, такие как демографическая безопасность, здоровье народа, где выделяются средства людям, социально незащищенным, пенсионерам, значит, ветеранам Великой Отечественной, многодетным семьям. И на сегодняшний день у нас проблем нету с заменой электропроводки, вот о которой говорили, ремонтом печного отопления, все это. А также, значит, работа смотровых комиссий связана как раз с тем, чтобы направлять письма детям, если одиноко проживающие, ну, пожилые люди, детям о том, что предупредить, что есть такая ситуация. И, конечно же, на предприятиях, где ранее работали эти люди. При каких условиях помощь возможна? То есть нужно обратиться куда-то этим людям, либо дать как-то знать, что вот есть проблема, обозначить ее перед исполнительной властью? Если есть проблема, ее всегда нужно обозначать. Но все данные категории, как я сказал, граждан, одинокопроживающих, многодетных, они все есть в центрах социально обслуживания населения каждого района, где созданы смотровые комиссии. Хочу сказать, что в городе, в Гомеле, если останавливаться непосредственно на городе, то их 30, и в каждой смотровой комиссии посписочно эти люди известны. Может быть, кого-то, если упустили, то, конечно же, необходимо обратиться непосредственно в свою ЖУ. Кроме смотровых комиссий, какие еще субъекты профилактики ведут контроль за соблюдением противопожарной безопасности, ну и в целом безопасности жизнедеятельности? Смотровые комиссии – это и есть комплекс субъектов профилактики, которые ведут. То есть сама по себе смотровая комиссия подразумевает этот глобальный спектр субъектов профилактики, в которые входят отделы образования, здравоохранения, отделы внутренних дел, МЧС, Центр социального обслуживания населения. И все заинтересованные, газовая служба, энергонадзор, значит, все, что связано с жизнедеятельностью человека, все входят как раз в работу смотровой комиссии. Иногда мы привлекаем Красный Крест, привлекаем Белорусский Республиканский Союз молодежи, Белая Русь. Все, кто заинтересован в том, чтобы наша область, наша республика просветала, мы все входят в работу, подключаются в работу смотровой комиссии. Сергей Анатольевич, Ваш совет телезрителям по тому, как все-таки правильно эксплуатировать электронагревательные приборы, ну и в целом, как осень не стать жертвой пожара и всех этих негативных последствий? Я, наверное, много говорить не буду. Вещи самые простые. Электрические приборы, электрообогреватели, их нельзя ставить близко возле загораемых вещей, то есть занавески, да, значит, нельзя сушить на них, опять же, вещи. Нельзя, конечно же, оставлять эти электроприборы без присмотра. Не дай Бог, конечно же, оставлять эти электроприборы с детьми без присмотра, если нет взрослых. Не нужно оставлять электрические приборы теплогенерирующие на ночь и ложиться спать. То есть вещи, которые, наверное, наши телезрители понимают и с самого детства это знают, ну, и вот. Это самое главное, да. Главное не только знать о правилах, но и их соблюдать. Есть. Я благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, попавших в объективы телекамер со всего мира. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А длина моста составляет 140. ЧП случилось 1 октября, сейчас ведется разборка устоявших конструкций. Любовная драма в Бресте. Там арестован молодой человек, который похитил свою бывшую девушку и увез ее в багажнике авто. Парень подкараулил возлюбленную возле дома и силой поместил ее в багажник своей машины. К пути девушка дозвонилась в милицию и сообщила, что ее похитил бывший ухажер. Автомобиль нашли в деревне Бусни Жабинского района. Вскоре был обнаружен похититель и его жертва. В пути машина несколько раз останавливалась. Парень выбросил мобильные телефоны, чтобы их не смогли отследить. В какой-то момент пленнице удалось сбежать, но бывший возлюбленный догнал ее и несколько раз ударил битой по голове. Возбуждено уголовное дело. Девушка с травмой головы была доставлена в больницу. Видео из зоопарка Бронкса, где посетительница забралась в вольер ко львам. Наглый и бездумный поступок вызвал не только удивление прохожих, но и ошарашил хищника, который от такой дерзости пришел в кратковременное замешательство. Пока царь зверей раздумывал, что делать с гостьей, та успела станцевать ламбаду. В общем, ее шутку в сети никто не оценил, а вот дизлайков американка набрала огромное количество. Кроме того, это явное нарушение, за которое посетительницу зоопарка теперь могут привлечь к ответственности. На сегодня все. Увидимся в это же время. Через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова